Первая мировая гражданская войны, революции и репрессии, разруха и голод. Самая жестокая и кровопролитная Великая Отечественная война. И самая страшная технологическая катастрофа. Такие испытания либо уничтожают, либо делают сильнее. А ведь все это досталось одному народу за непродолжительные в масштабах истории сто лет. В каких условиях проходило остановление белорусской государственности и какие испытания за это время выпали на долю нашего народа? Об этом наш сегодняшний рассказ. 1919 год. Геополитическую ситуацию, в которой было принято решение о создании Белорусской Советской Социалистической Республики, ни благоприятной, ни уж тем более спокойной, назвать было нельзя. Белорусский коридор, Советская Россия, старалась держать открытым как можно дольше и до самого конца, в надежде, что удастся использовать его для экспорта революции на Запад. Через территорию революционной Польши войти в революционную Германию, и тогда весь капиталистический мир задрожит под ударами революционной коалиции государств. На деле получилось иначе. Революционная Польша хоть и возникла на политической карте Европы, но она была враждебно настроена по отношению к Советской России. Более того, Польша начала готовиться к войне, конечной целью которой было восстановление своих исторических границ. Ну а под историческими границами понимались границы Речи Посполитой 1772 года. В итоге белорусский коридор следовало закрывать. В общем, получилось так, что белорусский коридор, чтобы он не стал коридором, по которому с территории Польши вторгнутся к революционной армии и пойдут дальше на Москву, следовало закрыть такой же буферной республикой, какие были созданы в Прибалтике, на Украине. И так исторически сложилось, что стремления белорусов к национальному самоопределению совпали с геополитическими мотивами молодого советского государства, что и привело к появлению на карте Европы и мира Белорусской Советской Социалистической Республики. Это решение принимала 6-я партийная конференция, которая проходила в Смоленске 30-31 декабря и объявила себя первым съездом Коммунистической партии Белоруссии. Именно этот съезд принимал решение по провозглашению СССР в СССР и по определению ее границ. В этот же день по телеграфу из Смоленска был отправлен манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства Белоруссии. В тексте манифеста Белорусь провозглашалась свободной, независимой, социалистической республикой. Закреплялись основные положения ее общественного и политического строя. Была определена и площадь. Это Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская и Гродненская губернии с прилегающими к ним территориями, населенными преимущественно белорусами. Но это было первое официальное провозглашение, за которым стремительно последовал целый ряд важных политических событий. Объединение с Литвой в Литовско-Белорусскую СССР, Польско-Советская война и второе провозглашение Социалистической Советской Республики Белоруссия, значительно меньшей по территории. Забегая вперед, стоит сказать, что привычное для нас название БССР появится только в 1924 году, и именно в это время Гомельские и Витебские территории из российских официально станут белорусскими. Гомель войдет в состав Белоруссии в 1926 году. Когда произошло отключение Гомельских и Гомельских поведений в 1926 году в склад БССР, то и далее возникали певные проблемы. Оказалось, что насельничество Брандского поведений в большинстве своей, так само с помежных территорий БССР, хочет исти в склад БССР. Позже, в 1939 году, с началом Второй мировой войны, произойдет окончательное объединение территорий Западной и Восточной Белоруссии. Гомель 1919-1920 годов – это город прифронтовой. В 1919 году Гомелю досталось и от Стрихопытовского мятежа, и потом от того, что к городу приблизились войска Динькина. И лишь потом, с началом июньского контрнаступления Красной Армии, угроза городу была ликвидирована. Гомель-образца 1919 года уже достаточно крупный город, который вместе с беженцами и военнопленными насчитывал около 180 тысяч человек. В промышленном отношении – важный железнодорожный узел и форпост на юго-западных рубежах Молодой Советской Республики. Но городу с его развитой промышленностью приходилось смириться со статусом уездного центра, пока столицей губернии оставался Могилев. 9 февраля 1919 года из Полесского комитета РКПБ в Центральный комитет партии уходит письмо. Крупный торговый и промышленный центр со значительным пролетарским населением, со старой партийной организацией, игравшей видную роль в западном крае с первого дня февральской революции, когда не только в Могилеве, но и в Минске нашей партии еще не было, Гомель подчиняется в административном отношении, как к губернскому центру Могилеву во всех отношениях стоящему ниже Гомеля. На будущем снять все суперешности, которые могли возникнуть на контент потребования, на контент склада населения, и всяких других вопросов, было принято по настоящей просьбе, как это у Розавицы написано было, в 3 месяца 26-го задовольствую просьбу представников партийной организации Гомеля и перенести губернский центр 26-го кроссовика 1919 года с Могилева в Гомель. Впрочем, даже в условиях политической и административной неразберихи, последствий гражданской войны, германской и польской интервенции, находясь на перекрестии нищеты и разрухи, город и область продолжали расти и развиваться. Экономика стала возрождаться и восстанавливаться более интенсивно с 1923 года, и в последующий период нашла свое дальнейшее развитие в реконструкции и промышленности, и коллективизации сельского хозяйства. Развитие советского государства потребовало перехода к строгому централизму и единообразию на всех уровнях, ибо СССР из аграрной окраины медленно, но верно стала приобретать статус индустриально-аграрной республики. В 1925-26 хозяйственном году доля промышленного производства в общем валовом продукте Беларуси составляла 24,4%. В 1937 году доля промышленности составляла уже 73%. То есть это говорит о том, однозначно, что республика уже была индустриально-аграрной. Наиболее весомый вклад в развитие промышленности республики вносила Гомельская область и сам Гомель. И яркий тому пример – завод «Гомсельмаш», который ведет свою историю с 1930 года. От производства простых сельскохозяйственных машин до создания и массового производства зерно-кормоуборочных комбайнов, комплексов машин на базе универсальных энергосредств, косилок, свеклоуборочной и картофелеуборочной техники. Именно такой славный путь прошел Гомсельмаш за почти 90 лет своей истории. К 1940 году в Гомеле, только в Гомеле, началось уже 264 промышленных предприятия. Появились новые отрасли – металлообработка, электрохимическая, химическая промышленность, ну, деревообработка по-прежнему, оставляла обувная, швейная и печевая промышленность. Все эти предприятия сыграли ключевую роль в становлении республики, служили оплотом в тяжелые послевоенные годы и приносили нашей стране заслуженную славу на протяжении практически века. Они и сегодня – основа экономической стабильности Гомельского региона и страны в целом. Согласно историческим документам, в 1922 году центральное водоснабжение было лишь в Гомеле и в Могилеве, причем водой из артезианских скважин снабжалось 60% населения Гомеля и 30% населения Могилева. Это рождало огромные проблемы. 20-21 годы на территории Гомельской губернии отмечены страшной эпидемией. ТИФА для борьбы с эпидемиями была создана губернская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия. В это время отсутствовало централизованное снабжение медицинских учреждений дезинфекционным оборудованием. В 1923 году сотрудники Гомельской санитарно-эпидемиологической станции Марк Иосифович Лившиц и Лев Соломонович Марголин сконструировали передвижную дезкамеру «Ливмар-1» и организовали массовое производство для нужд всей республики. Тем не менее, ситуация перед войной оставалась очень сложной. Особенно остро стояла проблема борьбы с малярией в области и Гомельской, и Полесской. Существовало три районные станции, и специальные создавались пункты по борьбе с малярией. В первые десятилетия развития БССР с момента образования и до начала Великой Отечественной войны многое было привнесено в сферу культуры и образования. В Гомелье в 1930 году был открыт Гомельский агропин-институт. Он название такое получил, потому что принималось решение, чтобы он готовил кадры для сельских школ, и также имелось в виду, чтобы готовить инженерные кадры для навчавшего работу завода «Гомсельмаш». В 1941 году была без преувеличения осуществлена культурная революция. На территории области работало четыре института, 22 средних специальных учебных заведения, действовало более тысячи общеобразовательных школ. В 1939 году известный народно-артист СССР Леонид Леонидов на базе актерской группы создал Гомельский русский драматический театр. В силу того, что население города Гомель было русскоязычным, есть основания считать, что такое решение было принято правильно. Помимо этого театра в городе действовал колхозный театр и кукольный театр детский. В городе Мозыре, в силу того, что город более населен был белорусским населением, и по оценкам переписи 1939 года родным языком более половины в городе назвали белорусский, там был открыт в 1939 году областной белорусский драматический театр. Переписывать историю занятия бессмысленные и неблагородные, впрочем, как и попытки не признавать очевидное. Миновито у советских пирейд, у пирейд БССР были закладены и громадско-политичные, и социально-экономичные, и духовно-культурные основы, которые дозволили поспехово развиваться в существенной республике, Беларусь уже як незалежной державой. За два десятилетия со дня образования наша республика сделала огромный рывок вперед, и кто знает, как бы сложилась судьба белорусского народа, если бы не война. Но история не знает сослагательного наклонения. Настал июнь 1941 года, и Белоруссия первой приняла на себя сокрушительный удар немецко-фашистских захватчиков. Субтитры создавал DimaTorzok